Девушки отдыхают 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 Базой своей во время чемпионата мира И вот что не в пользу испанцев, наверное, говорит То, что накануне главный тренер этой команды Был неожиданно уволен за своего поста Теперь новый рулевой Это, наверное, минус для испанцев Но если посмотреть на состав Красной Фурии То там сплошные звезды Так что они, наверное, и без тренера смогут играть Зато в Португалии есть звездный Криштиан Дуроналду На него тоже посмотреть вживую Это прекрасный шанс увидеть лучшего футболиста планеты Последних лет и лучшего футболиста планеты Вообще за всю историю Это такое мое личное мнение Кроме Испании и Португалии Сыграют здесь Бельгия и Панама Здесь же пройдет матч Германия-Швеция Австралия-Перу Выйдут на сочинскую арену Здесь же состоится матч 1-8 финала Матч 1-4 В общем, футбола здесь будет очень много Эмоций будет очень-очень много Ну и, конечно же, мы постараемся вам передать Все эти эмоции из Сочи Единственный может быть здесь, знаете, такой недостаточек Это яркое солнце Но вот этот недостаток можно превратить в плюс Вернемся очень загорелый Алексей Спасибо огромное, Константин Перминов из Сочи Которому мы все очень сильно завидуем Итак, сегодня в городах-организаторах Чемпионата мира 2018 года по футболу Открываются фестивали болельщиков FIFA Специальные фан-зоны будут оборудованы В знаковых местах российских городов Где обычно проходят крупнейшие торжества И уличные концерты Там болельщики со всего мира Смогут посмотреть матчи своих национальных команд Послушать музыку ведущих российских музыкантов И купить футбольные сувениры В Сочи фестиваль болельщиков пройдет Как рассказал Костя Перминов На площади у морского вокзала На время мирового форума в России Ведены особые режимы Иностранцам, имеющим на руках билеты На матчи турнира Разрешен безвизовый въезд Россияне обязаны регистрироваться Если приезжают в город чемпионата мира Больше чем на три дня Не имея в нем прописки При этом все обладатели билетов И аккредитации на чемпионат мира Бесплатно могут пользоваться общественным транспортом И поездами Продолжим тему дня С нашими гостями У нас в студии сегодня Дмитрий Воробьев Футбольный болельщик Добрый день Здравствуйте И Игорь Щеткин Спортивный комментатор Можно я скажу лучший спортивный комментатор Игорь Павлович С удовольствием Поддержу тебя Тем более это так и есть Я понимаю, что конечно прогнозы Не благодарное дело Но сейчас все занимаются именно тем Что прогнозируют Во-первых, кто выиграет этот чемпионат Очень коротко Ваши фавориты в этом году У меня есть ответ Повторится, как было 20 лет назад Франция, Бразилия Победит тоже Франция Можно хотя бы в трех словах Чем вы обосновываете Французов очень сильный состав Как было 20 лет назад Они все молодые и талантливые С бразильцами то же самое Плюс у них появились вратари Наконец-то Которых не было уже лет 20 сильных Очень подкованный балдот человек Я рад, что вы пригласили в гости действительно эксперта Я могу сказать, что у меня в фаворитах Три, пожалуй, сборных Я соглашусь по поводу Бразилии Эта сборная очень долго созревала И вот сейчас у нее появились Настоящие большие звезды Это не только Неймар Это еще и Каутини Еще можно так список, говорят, перечислять Есть поговорка Что футбол играет многие хорошо Но побеждает почему-то немцы Германия У Германии не просто очень сильная сборная Она вся состоит из звезд сейчас Причем очень сильной величины И она вообще стоит сейчас Миллиард сборная Германии Это самая дорогая сборная на чемпионате мира Ну и третий вот фаворит Я, пожалуй, назову сборная Бельгии Которая будет играть тоже в Сочи Никто не называет Бельгией Вот это совершенно зря Я думаю, что эта команда Вот она сейчас как раз тоже, как говорится, созрела Вот сейчас у нас будут выстреливать те самые фрукты Которые очень долго висели на ветке И вот сейчас можно собирать этот самый урожай Сборная Бельгии Это, пожалуй, третий фаворит И многие говорят о том, что обязательно на чемпионате мира Кто-то должен выстрелить из так называемых ноунеймов Я думаю, что... Как насчет Саудовской Аравии? Саудовская Аравия мимо Я думаю, что сборная Перу вполне может выстрелить А что касается сборной России Давайте об этом чуть попозже Да, давайте об этом чуть попозже Я думал, сразу все вывалить Еще среди фаворитов Многие букмекеры, многие эксперты называют испанцев Вы их не упомянули Так, что думаешь? Что по поводу испанцев? Я прикидывал сетку, как это будет происходить И в одном полуфинале будет как раз немцы играть с французами А во втором полуфинале будет Бразилия играть с победителем пары Аргентина-Испания Испания Ямайка Нет, Испания Да, то есть неважно, кто выиграет, Аргентина или Испания Они проиграют потом Бразилия Но сильная команда сбора нет Кстати, сборная Аргентина, там есть Леонель Месси Но она всегда на всех турнирах выходит в полуфинал Минимум в полуфинал, а то и в финале играет При том, что говорит, а с чего это они так выходят Но на самом деле Аргентина есть Аргентина Поэтому почему бы ее тоже не списывать Про Испанию ты спрашивал Я думаю, что мы живем в городе Краснодаре, где она квартирует И почему бы не сделать комплименты Хорошая сборная И я думаю, что она обязательно, разумеется, выйдет из своей группы Разумеется, она может пройти по сетке плей-офф Немножко уже, знаешь, у нее, ну что называется Их главные звезды, они немножко уже постаревшие Они уже наевшиеся Они много лет выигрывали, все на свете, все подряд Ну и плюс ко всему, может быть, смена тренера Она может сказаться как в плюс, так и в минус Это очень трудная такая лотерея Хорошо это или плохо, не знаю Я думаю, что сборная Испании, в принципе, ее подало где-то четвертьфинал Давайте еще немного о прогнозах Сегодняшняя игра Россия-Саудовская Аравия Дмитрий Все просто, Россия обязана победить И они это сделают Обязана? Обязана, конечно А с каким счетом, как вы думаете? 2-0 или 3-0 Не пропустим это точно Сегодня видел мем, что уже пробовали табло в Лужниках И там был счет 3-1 Я думаю, что это все исторически очень Вообще, Саудовская Аравия, это вот не так много наших клиентов на чемпионате мира Но Саудовская Аравия одна из таких Если уж не обыгрывать эту сборную Я уж не знаю, что нам думать о нашем российском футболе Дальше соперники будут более тяжелые Но первую игру на матче открытия мы обязаны выигрывать С любым счетом, любой счет запиши 1-0 меня устроит вполне Игорь Павлович, ты долгое время ввел программу «Трое в гетрах» Которая выходила на нашем канале Да, было такое Вот, декорации, собственно Да я вот уже как домой пришел Родное знакомое У вас была очень классная традиция Вообще, как вы относитесь к животным оракулам? Которые предсказывают Там уже же Есть кот Кот, который предсказал победу России Кот из Эрмитажа В матче, а не на чемпионате мира Все началось с Минога, если не помнится Да, Сминог Пауль, который Было, да, такое дело Потом пошла волна Кто только не предсказывал Белки, игуаны и прочие животные Ну, правильно Только одно животное предсказывал Это наш Бен Который был в программе «Трое в гетрах» Не считая собаки Он ни разу не ошибся Серьезно, ни разу не ошибся? Ну, конечно, ни разу не ошибся Он всегда ел из миски фаворита Мы так подстраивали немножко эфир всегда Бена, к сожалению, уже нет Мы нашли другого английского бульдога Правильно, Бен был английским бульдогом? Голосовать должен только английский бульдог Поскольку футбол родился в Англии Ну, а как по-другому? Все логично Все логично Мы нашли не менее симпатичного пса Которого зовут Буч Позвали сюда в студию Те же условия Миска Саудовской Аравии Миска России Буч, ну, давай попробуем Игорь Павлович, ты, пожалуйста, прокомментируй Я поверну тебе, дорогой Поближе к России Прямо в Саудовской Аравии Ну, вот на самом деле Я думаю, что игра будет непростая Ты понимаешь, мне кажется, я ему интереснее, чем еда Давай попробуем еще раз Россия, давай, давай Ну, Буч Ешь Ничья, да, будет? Что, 0-0, что ли? Ну, вроде как не особо он горит желанием Не очень хорошо Он хочет, чтобы его погладили Еда его интересует меньше Вот наш Бен очень уверенно всегда шел к миске фаворита И всегда уверенно Не просто он пробовал из этой миски А он доедал эту миску до самого основания И все мы понимали, что победа будет за нами Все мы понимали, что в одной миске было вкусно, в другой нет Одинаковая еда была совершенно А, да? Поверим Давайте о нашей сборной Потому что, ну, вы знаете, если честно, даже обидно Я посмотрел разные сайты, разные комментарии Ни одного хорошего слова Либо это песни в исполнении Семена Слепакова И, не знаю, прожектора Пэрис Хилтон Либо другие шутки по этому поводу Но почему-то никто добрым словом в нашей сборной не помнит А как ты предлагаешь к ней относиться? Если, ну, на самом деле Я уж не знаю, кому нужно проиграть Все-таки понимаешь Что он настоящий владелец этой студии на месте Так вот, давай, присядем Присядем, присядем, присядем Дело в том, что, знаешь, в 2008 году Когда мы играли на чемпионате Европы Никто от сборной России ничего не ждал Мы тогда случайно совершенно туда попали Понимаете? В последний момент, потому что Хорватия обыграла Англию Хотя не должна была этого делать И у нас тоже был раздрайс сборной Но мы взяли и выстрелили Неожиданно для всех Игра с голландцами Мы голландцев обыграли Мы столкнулись только на непобедимой тогда сборной Испании А так мы обыграли очень многих Я думаю, что вот нам нужно верить в это чудо Ждать чего-то от нашей сборной Хотя я понимаю, что трудно все это делать Хотя я понимаю, что болеть за сборную России Это быть своеобразным донором слез Но тем не менее Это наша сборная Другой у нас нет на данный момент Будем надеяться, что ребята что-то покажут Они покажут свою лучшую игру Знаешь, один тренер говорил Что не нужно настраиваться показать лучшую игру Нужно стремиться всегда В каждой игре превзойти себя Вот на это я рассчитываю Что вот как-то все так сложится Что мы это покажем Дима, как вы относитесь к донорству слез? На самом деле я думал вчера Как позитивно оценить игру сборной России На этом чемпионате мира И я подумал, что выиграют ли они чемпионат мира Ну, наверное, нет Но смогут ли они в каждом матче выиграть? Да Потому что в футболе 90 минут две команды играют И произойти может вообще все, что угодно Да, должны сойти звезды Но у нас будут болельщики, которые не дадут сборной Не бегать по полю Произойти может все угодно на чемпионате мира Но у нас все строго по правилам У нас сейчас время рекламы И мы скоро вернемся в эту студию Оставайтесь с нами На телеканале Кубань 24 продолжается тема дня Спасибо, что вы с нами Говорим сегодня о чемпионате мира по футболу У нас в студии спортивный комментатор Игорь Щеткин Футбольный болельщик Дмитрий Воробьев И английский бульдог Буч Который все еще не проголосовал и не решил Кто же победит сегодня То ли Россия, то ли Саудовская Аравия Но мы в конце этого часа попробуем еще раз попробовать Давайте поговорим, знаете, о чем Мне прям поразила эта новость Газета САН опубликовала рекомендации Для британских болельщиков Как вести себя у нас в стране Обозначь, да Это британское издание? Да, The Sun, это британское издание Хотел бы с вами обсудить Британцам советуют не злоупотреблять водкой Популярной в России А также ни в коем случае не мешать водку с пивом Нет, я удивляюсь, что это британцам советуют Ты когда-нибудь в Великобритании был? Сколько они там пьют вообще? А тут они говорят, что на самом деле водку нельзя пить Советы правильные Советы правильные Там было еще единственное уточнение Не пить медленно Если уж пить водку с пивом То быстро залпом выпивать А не растягивать это удовольствие Тоже правильно Газета The Sun рекомендует брать пример с русских И лечить похмелье капустным супом То есть борщом Тоже правильно Болельщикам рекомендует снимать обувь при входе в дом Или же дождаться от хозяина предложения надеть тапочки Но у них другая культура Часто вообще футбольные болельщики Футбольных болельщиков приглашают в гости Я удивляюсь, что такое совет Снимайте сапоги перед входом в дом Ну у нас все снимают сапоги Болельщиков заранее предупредили о хмурости россиян Которые вряд ли будут легко идти на контакт с незаконцами И будут удивляться их болтливости Мы действительно хмурые и вообще неразговорчивые? Мало людей в России знают другие языки И это не хмурость А стыд того, что он не может пообщаться с иностранцем на его родном языке Или хотя бы на ком-то международном Ну а так, я думаю, мы все позитивные Ну а мы просто люди, которые знаем цену вообще русской культуры Поэтому мы просто на британцев смотрим с некоторым презрением Это не хмурость Это такая позиция к ним Больше всего мне понравилось Английских футбольных болельщиков Это правда в прошлом году предупреждали об опасности нападения медведей На кемпинге, где они могут остановиться У тебя никогда не нападали медведи в кемпингах? У нас-то в районе Сочи У нас английский бульдог скорее может напасть, чем медведь Давайте о наших болельщиках Насколько, когда они выезжают в другие страны Они себя адекватно ведут По сравнению с другими, допустим, болельщиками из других стран Английские знаменитые болельщики, которые там Разносят центры игры Ну это уже история насчет английских болельщиков Когда-то, да, это были самые главные хулсы Вот эти ультрасы Но после того злочастного финала Кубка чемпионов Тогда не было еще Лиги чемпионов Когда погибло там, я не помню, сколько это человек Вот начали наводить порядок И сейчас английские болельщики, они практически стерильные люди такие Они ходят Я вот когда был на матче в Англии Я поразился, что практически театр Они иногда только аплодируют, когда вот что-то такое интересное происходит А так просто смотрят, как в кинотеатре кино Насколько стерильны россияне? Я думаю, что наши болельщики в любом случае они гостеприимны Они болеют за своих Они не дают себя в обиду Ну у нас были инциденты Я думаю, что вот сейчас этого не будет уже Мы редко когда бедокурим дома, понимаете? Мы любим это делать на выезде Как вы думаете, Дмитрий, не будет нам стыдно за наших болельщиков? Нет, точно не будет Я бы вообще не стал мерить английские болельщики, русские Все люди разные И поэтому кто в конкретный эпизод или кадр попал Тот так себя зарекомендовал Вы поедете на какие-то игры? Ну вот я 15-го как раз собираюсь Завтра уже буквально Сегодня надо же поздравить жену с днем рождения Да, сегодня я тут, собственно, задержался Только ради этого, Оля, я тебя люблю Остальное вечером Завтра уезжаю на матч Испания-Португалия в Сочи Я мимо чемпионата мира Все дома, да Все дома, все принципиально это или нет? Нет, 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 я просто выпускал много раз В течение сегодняшнего эфира мы будем связываться с разными городами Принимающими чемпионаты мира по футболу Чтобы узнать, как там дела, как настроение Сейчас с нами по телефону на связи Город Ростов-на-Дону Иван Полейхин, корреспондент телеканала Дон-24 Ваня, добрый день, как дела в Ростове? Ой, добрый день, ребят, привет Дела в Ростове на самом деле очень хорошо Очень жарко, я бы сказал, в Ростове Потому что температура тут, наверное, на открытом пространстве Подходит к 40 градусам Поэтому, ну, меньше часа, да, 40 минут даже осталось До открытия официального фонзона, фестиваля болельщиков Но, в принципе, здесь вопрос, что болельщиков, как таковых, не наблюдается Поэтому вот о том, что вы говорили, что болельщики будут Там хулиганить не будут Ну, пока что некому хулиганить в Ростове Но говорят, что фонзона, которая вмещает больше 20 тысяч Будет заполнено, ожидается, что пухность И сегодня к матчу, конечно же, ближе Россия, Солдовская армия В ближайшие дни Сколько вообще людей приехало в Ростов-на-Дону? Как встречают? Как люди реагируют? Как общаются между собой? Ну, дело в том, что Как вы, наверное, знаете В качестве проживания не выбрала одна из команды Ростовской области, да, так скажем Которая участвует в чемпионате мира Поэтому, как таковых, иностранных болельщиков Пока что здесь нет То есть, они, скорее всего, будут подтягиваться Ближе к матчам То есть, за день до матча, наверное Ну, вот будет Бразилия-Швейцария, допустим 18-го числа, скорее, 16-го числа Все сюда подъедут То есть, здесь все будет заполнено Пока, как таковых, иностранцев, так скажем Которые бы приехали специально на чемпионат мира Здесь, ну, не наблюдается, так скажем В массовом порядке Но местные болельщики, конечно же Ростовчане, россияне, да Очень положительно относятся Ко всем событиям, которые здесь происходят С большим воодушевлением Ждут этих матчей, этого Ну, этой фан-зоны, так скажем Открытия этой фан-зоны Потому что здесь можно будет, конечно С друзьями прийти, с друзьями, с семьей Здесь очень много, ну, всяких Всяких развлечений Помимо футбола, непосредственно Который будет транслироваться на большом экране Ну, соответственно, всякий футбол Настольный футбол Футбольф Ну, и так далее То есть, куча футбола Все дышит футболом Ждем открытия фан-зоны Вай, ну, еще один вопрос Насколько сильно изменился Ростов Перед чемпионатом мира? Ну, на самом деле Вот буквально вчера Когда открывался пресс-центр Чемпионата мира Приезжал губернатор То есть, куча футболом И, куча футболом Сказал, что, стоп, изменился Да, как Чемпионат мира Об этом говорили Об этом спрашивали его журналисты Это обсуждали И внешние И, ну, и дороги Так скажем Те, которые были недочинены Дочинены теперь Да И какие-то фасады Отремонтированы Вот на основных улицах города Да То есть, которые были Ну, долгое время Так скажем Где-то в какой-то мере Так скажем Запущен Ну, вот То есть, город привели в порядок Теперь не стыдно Безуслово его показать Спасибо огромное Я думаю, что у всех краснодарцев Есть возможность Сесть на электричку Или на машину И приехать в Ростов Посмотреть, как он изменился Спасибо огромное Иван Полехин Корреспондент телеканала Дон-24 Рассказал о том, как Ростов-на-Дону Готовится к Чемпионату мира по футболу У меня к вам такой вопрос Скажите Будет ли интересен чемпионат Людям Ну, особо не интересующимся Футболу Или все-таки Такое мероприятие Для людей в теме Ну, во-первых Вот, что хотелось Ну, буквально два предложения Добавить к тому, что Иван говорил Мы ждем каких-то неприятностей От болельщиков У нас болельщики Не дислоцируются В каком-то городе Поскольку сборные Все время разъезжают И они разъезжают по ней А у них будет возможность Плюс наше расстояние Все оценить РЖД РЖД наше, да Что касается Чемпионата мира Это главное спортивное событие Которое есть Вообще Ну, среди всех Спортивных событий Которое есть По рейтингам Телетрансляции По атмосфере По всему Они превосходят даже Олимпиады И летнюю, и зимнюю Поэтому Нужно просто осознать Мне кажется Что это единственное событие Которое Вообще В течение всей своей жизни Происходит Больше этого не будет Поскольку сейчас Вот распределяют Уже чемпионат мира 2026 года И думать Что у нас там Когда-то в обозримом будущее Еще раз Он приедет в Россию Нет Это один случай Вот месяц Это нужно запомнить На всю жизнь Да Иначе Такого больше не будет Можно Конечно Сейчас выбрать Поездку на море Но На море можно ездить Каждый год А чемпионат мира Он один раз Мир, и согласны Что даже людям Далеким А футбола Стоит сейчас Уделить внимание Игре номер один Мне бы хотелось Это точно того стоит Но я прекрасно понимаю Что есть люди Которые не касались Никогда спорта Какой-то внешний шум Будет Да, действительно Что что-то у нас происходит Давайте еще раз попробуем Тем более Подобрался Все-таки С этой стороны Буч Попробовать С углового Значит На сегодняшней игре Буч Выходи сюда Комментирую Да Давай попробуем Из рук Вот все-таки Саудовская Аравия Или Россия Россия Все-таки Вот так вот С углового Забьется Все-таки Наша сборная Должна Сегодня Победить Спасибо огромное Что пришли Будем болеть Будем смотреть За игрой